привет друзья зиму перезимовали решили собираться уже плотненько так на рыбалочку сбор это по лодке у нас такие кто давно на моем канале вы наверняка уже видели как мы потихонечку помаленечку собираемся и как это все происходит вот и сейчас тоже мы приобрели специальное поспособление для датчика эхолота но не подошла к нашу лодки вот пришлось ее возвращать назад и вот сейчас мы ее отнесем ну и решили пробежаться по району прогуляться так сказать после зимней спячки нужно приводить себя в форму не все же время на машине передвигаться то решили сейчас немножко пешком походить давайте вместе со мной прогуляемся по ленинскому району а завтра мы в октябрьский пойдем с вами дорогу делали уже я не знаю сколько раз засыпали вот щебнем по валяется по краям но каждый год после дождя после паводка после вот когда снег растает то вот такое вот во дворах вот такая вот лужа даже не лужа как озеро что такое ребята решили струбцину вот мы ее тащим назад отправлять но не получается у нас кумекали мы кумекали куда ее пристроить это там нужно стройку разводить тогда вообще надолго водку переделать переклеивать пересверливать думаю на нафиг то есть это нога для эхолота так для понимания чтобы понимали что это такое мы хотели чтобы было все удобно и красиво чтобы она меняла положение и вверх и вниз и и вбок и вправо и влево чтобы от чтобы обзор был хороший во все стороны чтобы она крутилась вращалась не получается в общем мы ее несём назад отправляем на ферму где мы ее покупали позвонили нам сказали отправляйте на купим другую самую простецкую которая была то есть вот таким образом мы решили выйти из положения и и вот показываю вам весенние разливы вот он мурманск такой вот он весенний мурманск дороги кто сказал что в городе везде асфальт офигушки это только на больших проспектах наверное асфальт везде а спальных районах городских ничего подобного везде вот так вот ходите как хотите ездите как хотите транспортный налог берут но у вас и ныне там дороги убиты напрочь весенний мурманск он очень такой прям весенний вот я сейчас иду по улице здесь есть совет ветеранов это архитектурное здание оно внесено вот этот и этот дом вот эти два здания они относятся к домам в архитектуре культурного значения города мурманск этот дом и этот дом все потихонечку тает мурманск потихонечку тает снег превращается в лужи во дворах вот такой у нас вид но это не всегда так было когда-то старожилы этих домов не рассказывают что вот здесь когда они были детьми вот в этих местах где вот эти кучи снега не знаю были ли в те времена эти кучи снега не было вот старожилы рассказать вагончик деревянный здесь стояли лавочки и тут рос укроп кинза петрушка наверное зелень да лужуок чесно второго этажа ага этого дома до садил а в подвал был здесь сухую каждого был свой как кладовка где хранили картошку велосипеда ага ага чистота и порядок да теперь а а теперь вот что происходит теперь ну очень печально что так вот никто не ухаживает за дворами очень печально нету дедов нету старожил старая гвардия умерла делать грязища и машины а здесь мы каждое лето играли в бомбинтон причем выходили взрослые мужики люди где-то ну сами черные площадки вот здесь мы играли в бомбинтон вот это никому не нужно детка не было которого все в грязи здесь был песочек машин ни одной штуки не было вот этой фигни такой не было что ноги ломаешь дорога замков не было все жили как по-другому на машине есть дорога плохая решила пешком пройтись дуна озон получить свою посылочку кофе заказал после любви пить знаете вот иду сама вот думаю интересно дороги у нас такие херовые если пешком идешь тоже так себе у меня создается такое впечатление что такая вот забава есть людей за средства и город поинтереснее может быть здесь здесь тоже кошмар какой такой весеный город офис покупки пок bears добро пучки ахахахаха да ахахах Смотрите, просто я в шоке. Столько говна в городе. Я же все время на машине почти что передвигаюсь, вот тут пешком решила пройтись. Кошмар. Просто какой-то дрэш какой-то. Да, ребята. Мне тут нечего сказать, я вам только просто показываю, вот я иду. Просто получилось, вот посылку иду пешком. Когда на машине летишь, особо-то не видь на этого всего. Здесь когда-то был забор. Забора уже нет. Диск валяется какой-то. Это интересно. Работник месяца. Работники месяца валяются в мусорке. Здесь когда-то была школа, кстати. Начальная школа. Ну, забора нет. А за забором... Ну, а за забором... Как я уже говорила. Понятно, что это люди мусорят. Понятно, что это когда-то, может быть, вычистят. Там, например, 9 мая сейчас всех обяжут. Все это почистить, вычистить. Но... Это же каждый год так. Раньше заставляли как-то чистить, тут около магазина. Если кто не чистит, шрифовали. А сейчас, по-моему, пофиг, что ли, всем. Ну, обалдеть. Просто обалдеть. Да все в курке. Я сейчас в Ленинском районе хожу-брожу. Здесь находится бассейн Авангард. А здесь когда-то был стадион. Ну, его хотели построить, достроить, облагородить. В том году, по-моему, начали. Или в 21-м году начали. И вот до сих пор вот что-то строят, строят. Строительной техники уже нет. Просто щебнем закидали, разровняли. Все, и больше ничего. Так что вот в таком состоянии пребывает. А когда-то старожилы рассказывают, что сюда приходили. Здесь была футбольная площадка. Со школы приходили, здесь занимались физкультурой. Вот хоккейная коробка стоит. Здесь должен был бы быть стадион. И вот еще такой. Ну, сейчас единственное, что я знаю, здесь собак выгуливают. Вот это я видела. Это был настоящий стадион. Были, где мы бегали. Да, я про это и говорю. Физкультура. Стояли ворота. Да, да. Там стояли сидения были. Ну, здесь был настоящий нормальный стадион. Да, ну вот его начали как бы сделать. Ну, почему-то вот все, техники нет, ничего нет. Я так думаю, что это надолго. Этот долгострой, этот будет надолго. А там вдалеке, а вдалеке там, я не знаю, вообще разрухи какие-то. Сейчас я иду, хочу посмотреть поликлиника. Поликлиника работает или не работает? Тоже на ремонт вроде как ее закрывали. Ну, не знаю, посмотрим. Заборов без всяких был нормальный, хороший стадион. Ну, забор-то, наверное, как строительный здесь, я так понимаю. Пока стройка идет, его поставили, рабица. Были даже вот такие беговые дорожки расчерчены. Не знаешь, как это поставить. Да я помню, я помню, помню. Не знаю. Люди, вы видите то, что вижу я? Или только я одна это вижу? Стадион с этой стороны обошла. Смотреть, в каком он сейчас виде. А, ну, детишкам зато ездит разгуляться. Как раз вот на этих заброшках, на этих развалинах, детвора любят лазить и гулять. Ну, собственно говоря, мы тоже по крышам гаражей гоняли. То это храм, который в росте находится. И вот в таком вот состоянии находится стадион, который строили-строили, так и не построили. Хочу пройти, посмотреть. Интересно мне. Тут же же была поликлиника. И вроде как ее уже год, что ли, ремонтируют. Всех врачей в разные поликлиники города раскидали. А эту вроде как начали ремонтироваться. Не знаю. Отремонтировали. Блин, это, конечно, десятки в росте. А здесь вот поликлиника. Вон она, синенькая. А это пожарная часть когда-то была. Но я так понимаю, что ее уже сейчас нет. И написано, что частная территория. Делают мебель. Наверное, какой-то мебельный цех, что ли, здесь. Да, ребята, акробаты. Ну, я вам скажу. Ужас. Слушайте, ужас, ужас, ужас. Ну, под снегом, понятно, ничего этого не видно. А сейчас снега нет. Снег-то растаял. А травка-то еще не выросла. Травой, когда зарастет, тоже не видно. То есть снег и трава, это спасение заполярья кольского. Ну, блин. А так вообще все в дерьме. Ну, это люди же, люди делают, люди засирают сами. Живут здесь и гадят. Ой, обалдеть. Обалдеть. Мама моя дорогая, какая-то такая общественная помойка. Это не территория у поликлиники, а просто общественная помойка. Хочу к поликлинике подойти посмотреть. Доска почета. Так, ну, вот поликлиника. Сейчас подойду, посмотрю. Работает, не работает. Ну, наверное, нет, раз нет никого. Сорочный там, в официальной. Ну, да, так он и здесь. Он прям совсем рядом с поликлиникой. Ой. Ну и ну. Ну и ну, ребята. Не расписание, ничего нет. Ну, значит, закрыто. Слушай, а как так? Входим, все будто вы слышали. Ну, а люди все заболели. Ну, ты что, первый раз, что ли? Да. Скорую помощь вызывай. Ладно. Что-то у меня такая грусть, печаль. Почему? Ну, супер. Ну, такой срач увидеть. Радости мало. Это вот конечные десятки в Ленинском районе Роста. Здесь отдыхают водители маршруток, автобусов. И едут на другой конец города. Ну, вот, поднимаюсь я по улице Лобова. И вот здесь вот пустырь, вот здесь вот храм, всем известный в Росте. Вон бассейн. Ну, там не только бассейн, там и разные спортивные секции, кружки. И здесь старожилы говорят, вот на этом пустыре, который за раздеревьями, здесь была школа, вечерняя школа когда-то. Ну, сейчас здесь ничего нет. Ну, интересен сам факт, что, оказывается, здесь была вечерняя школа. А, небольшая, да? Большая? Да. Ну, что-то строят, что-то возводят. Вон какой-то, видишь, пятачок. Может, к храму что-то такое будет, строение какое-то, может быть, хозяйственная постройка. Ну, потому что аккуратно вырублены деревья. Раз, так, все. Я, чтобы не штраф вырубить можно, что хочешь. Ну, ты это ты, а здесь, значит, какие-то учреждения, которым можно это сделать. Ой, слушай, ну птички-то как поют. Как поют птички. Какая прелесть. Скоро вообще травкой все зарастет, все распустится. Скорее бы уже те времена настали. У меня один провод не подключил. А так как еще снег не везде растаял, то и травка еще не везде начинает проклевываться. Ну, кое-где, кое-где. Вот последний снежок остался. То ждем. Скоро уже комары появятся, мушки. И мы отправимся на рыбалку. Магазин иду. Решила в магазин пройтись. Везде сроч, да что такое. Хорошо быть гурубером. Перед ним все дорожки почистят. Отвезут, привезут куда надо. Ковровую дорожку постелят. И розами усыпят. Я тоже так хочу. А не это вот все. Кошмар какой. Какое-то у меня уныние. Слушай, я больше пешком ходить не буду. Я на машине буду перемещаться. Продолжение следует.